Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я выступаю с очередным канадским вестником И на него меня сподвигло сообщение одного из наших подписчиков О том, что, дескать, услышал по локальным СМИ Что все, кранты, в Канаде государственный переворот практически Парламент распущен Конец света Налицо политический кризис Собственно, спешу вас успокоить В Канаде никакого политического кризиса нет в том понимании В котором обычно это слово употребляется, это понятие В Канаде идет жизнь своим чередом Все спокойно, все замечательно И заключение в одном моменте Вчера Стивен Харпер попросил генерал-губернатора Распустить таки канадский парламент Генерал-губернатор это сделал Соответственно, после этого Господин Харпер вышел перед зданием парламента На специальную вооруженную трибуну И сказал Уважаемые господа Объявляю за сим Начало новой избирательной кампании Господин генерал-губернатор удовлетворил мою просьбу О распуске парламента И назначил новые выборы 19 октября сего года То есть К чему я это все Так многословно К тому, что в Канаде начинается новый избирательный сезон Каждые несколько лет у нас проходят выборы И, соответственно, сейчас наступает время для очередных федеральных выборов Как я уже сказал, они назначены на 19 октября По процедуре Только лишь королева имеет право собирать и разгонять, скажем так, парламент Однако, поскольку королева у нас фигура Скорее церемониальная Чем реально правящая Она царствует, но не правит Реально Дату Распуска И, соответственно, дату назначения новых парламентов В парламентских выборов Называют действующий пример министра Господин Харпер посидел, подумал, почесал репу И решил, что чем дольше будет идти избирательная кампания, тем лучше Я не знаю, чем он руководствовался Политологи, которые со вчерашнего дня активно ломают кобья По поводу начавшейся избирательной кампании Уже выдвинули кучу разных доводов На мой взгляд, довод очень Належащий на поверхности Это то, что у консервативной партии Как партии большинства И как у партии, которая, по сути, сейчас обладает административным рычагом Больше всего финансовых ресурсов Соответственно, консервативная партия может Больше других партий позволит себе играть в политические игрища И тратить бюджет, собственно, бюджет И бюджет налогоплательщика в какой-то степени На продвижение своего бренда У всех остальных партий такого ресурса нет Ну, собственно, с чего мы начинаем, с чего мы стартуем? Мы стартуем с того, что в Канаде существуют Три глобальные партии Партия консерваторов, которая находится у власти Партия неодемократов Которая является официальной оппозицией На прошлых федеральных выборах Она заняла второе место И партия либералов Соответственно, по вчерашним рейтингам Которые показывали политологи по телевизору У партии либералов Ой, у партии консерваторов И у партии неодемократов Порядка 31-32% симпатий избирателей У партии либералов на сегодняшний момент Порядка 28 с копейками Соответственно, по большому счету В свете того, что выборы через 3 месяца Эти цифры пока еще ни о чем никому не говорят Потому что мнения могут очень сильно измениться Господа консерваторы Уже заранее начали поливать грязи всех своих конкурентов Буквально пару недель назад Вышла общефедеральная политическая такая агитка Где, дескать, сидят топ-менеджеры компании В данном случае имеется в виду Канадский народ, наверное И, соответственно, они разбирают личные дела При приеме на работу А именно Джастина Трюдо И Томаса Малкер Джастин Трюдо, соответственно Это либеральная партия Он сын того самого Трюдо Который открыл ворота эмиграции в Канаду Именно открыл Не дверцу там приоткрыл А именно ворот открыл И Томас Малкер Это глава неодемократической партии И вот, соответственно, в этом рекламном В этом рекламном блоке В этой агитке Говорится о том, что Джастин Трюдо Типа еще молод И не готов еще А на Томаса Малкер Как бы было вылета Что он, дескать, слишком кадровый политик И оторван от жизни И не совсем понимает Чему реально Что реально требуется для страны, для Канады Ну, я так понимаю Что такого рода агиток у нас будет еще превеликое множество Последние несколько недель Основной акцент, основной удар В прессе, которая симпатизирует консерваторам Делался на либералов Соответственно, в связи с тем, что рейтинг консерваторов и неодемократов сейчас сравнялся Политологи говорят, что, скорее всего, консерваторы Перенесут свою тяжелую артиллерию на неодемократов И, соответственно, нам надо ждать очередной ушат помоев Как это было в прошлых выборах В прошлых выборах было вылито, ну, очень много помоев Вот реально Была очень некрасивая политическая агитка Поднимали там вопросы Но абсолютно не имеющие отношения к политике Но имеющие отношения к личностям людей И, соответственно, за счет этого Консерваторы очень сильно задвинули либералов И, соответственно, получили Дали возможность неодемократам занять нишу И стать второй по влиятельности, по мощности политической фракции В канадском парламенте в текущем созыве Ну, в общем, по ходу пьесы, естественно, я вас буду информировать о том Что там и как происходит у нас в рамках политической кампании Которая развернулась на средствах массовой информации Все с огромным нетерпением ждут политических баталий Политические дебаты должны быть первые, по-моему, в этот четверг Единственное, что Стивен Харпер вроде как высокомерный Начал говорить, что он не собирается в них участвовать Ну, я думаю, что тем самым он сделает только себе хуже Потому что с канадцами такая история не пройдет У Стивена Харпера и так Репутация очень сильно подмочена И про него говорят, что он ведет себя как царек Что он ведет себя как президент в парламентской республике Коя, по сути, является Канадой Ну, посмотрим, посмотрим Еще раз повторю, что я буду вас держать в курсе событий В курсе дел За всем позвольте откланяться Желаю вам всего самого хорошего И, друзья мои, до свидания Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok